Мы получили служебную записку от завказа нашего о том, что очень часто возникают ситуации, когда сдаётся наличность и ваши кассиры, кассиры того, за которых вы отвечаете согласно своих должностных обязанностей, которых вы там периодически должны проверять. Очень часто сдают купюры фальшивые, сдают пачки, в которых не хватает по одной, по две купюры. Это проблема, которую нужно решать. На самом деле, ваши кассиры настолько загружены, что они не успевают проверять. Или в чём-то другом проблема? Можно я продолжу? Тут вопрос весьма и весьма спорный. У меня есть тоже претензии к отделению, я сейчас не буду говорить, но очень часто бухгалтеры отделения не отправляют отчёты. Это может звучит так легкомысленно, но когда они приходят вовремя отчёты, вовремя не уходят деньги организациям. Значит, людей отключают от мобильных телефонов. И мы выгребаем всё это сверху. Что меня возмущает, что директора запрещают писать своим сотрудникам объяснительные. Почему я этого не сделаю? А кто это запрещает? Ну, я сказала, что сейчас не буду называть... Я разберись, я не... Поймём, но я сказала, что пока я отвечаю за приём платежей, все будут писать необъяснительные. И все будут наказаны материально. Но если вы будете запрещать им писать объяснительные, то все материально будете наказаны вы. Ну, хорошо. Это постоянно. И потом я хочу сказать, что действительно их сотрудники перегрузят. Перегрузим набираю отчёты. Только директора бывают на отделениях очень малое количество времени. И всё остальное время банки представляют бухгалтеры и кассиры. Так вот, есть прекрасные бухгалтеры и прекрасные кассиры, которые уходят домой в 11 часов. Кошмар. Надо наказывать тех директоров, у которых кассиры и бухгалтера работают с утра до 11. Я не могу понять, почему Тарнов об этом говорит. Да, у нас нерабовладельческий строй. А люди должны работать ровно 8 часов. И действительно, если они работают в таком режиме, то они действительно могут не заметить эту фальшивую купюру, потому что... Директор не должно. 8 часов должно работать и всё. Значит, я думаю, что Вы запишите о том, чтобы всё-таки дали информацию, как работают, сколько работают, хотя бы с Вашей точки зрения, какая загруженность у Ваших кассиров. Ну, как раз уже давали, это служебки. Если они умирают. Ничего не умирают. Что загружены, перегружены. Ничего не умирают. Вот так как Вы давали сегодня по повышению зарплаты, так Вы давали и по этому. Если неубедительно, не пойдёт. Дело в том, что недавно, где-то месяца, по-моему, два назад, был разговор о том, что надо добавлять бухгалтеров, но у нас бухгалтера рассчитываются из расчёта количества платёжек. Вот. Был разговор, были написаны сумасшедшая куча служебок каждым директором. И приказ принят. И приказ, да, о том, что опять-таки 25, опять по платёжу. А если, ну, стоит, допустим, клиентбанк, ну не выходит отделение на 60 платёжек. Но много других операций. Многие писали, что давайте учить... Я все, вот подождите, я все, абсолютно, Ваши служебки... Ботаническая, вот какое я там стою? Сырецкая. Так, Сырецкая, 7 баллов. Ну, такое, не рыбонимился. Вот, отчёт. Значит, поэтому, пожалуйста, сделаем так. Собираемся в понедельник, да? Приносите все свои аргументы в пользу новых, Ваших сотрудников. Ну, да? И будем здесь их защищать. И я буду Вам говорить, достаточной информации для этого или нет. Потому что это проблема. В понедельник собираемся решать. Нужны люди? Будем... Не только по газе. Мы будем... Ну, что, теперь больше вруда. Теперь вот ещё что. Есть не очень хорошая, как бы, информация. Потому что в субботу у нас празднует министерство, этот самый, ну, сувальди. Поэтому нам придётся воскресенье. В 3 часа дня. Отъезд. Отъезд, да. Обязательно в порядке. Будем знакомиться. Есть шашлыки. Вот. И пить воду. Разную сладкую, сладкую. Фрукты. Все дела. Футбол, пистолеты. Эти... Эээ... Мои мотоциклы водные. Мой этот... Как он? Вездеход. Вот. Будет. Мы просто поболкаемся на природе недолго. Ну, это необязательно только для самых выдающихся. У кого... Эээ... мамочи. Мы не будем сэм, да. Я не буду сэм. Я не буду сэм. Все. Я не буду сэм. Продолжение следует...